Восемь вечера. Это время подробностей. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Лечебное голодание. На реабилитацию раненых в зоне АТО днепропетровским врачам выделяют сущие копейки. Еще один неугодный вариант. Какие тучи сгущаются над министром здравоохранения Квиташвили? Сутенера, как сгуся вода, наказали ли милиционеров, крышевавших проституток Киева? Смерть под грифом секретным. Путин пытается утаить от россиян количество убитых на Донбассе солдат. Преступление без наказания. Киевские активисты утверждают, анонсированных министром Аваковым увольнений столичных милиционеров, попавшихся на крышевании проституции, так и не произошло. А экс-начальник ГАИ, живущий на широкую ногу, вообще теперь человек уважаемый и продолжает получать зарплату от государства. Когда громкие обвинения будут не просто сотрясать воздух? Разбирались в подробности. Владельца незадекларированной недвижимости и нескольких дорогостоящих машин, бывшего исполняющего обязанности главного ГАИшника Украины Александра Ершова, с должности сняли. Но вот зарплату из бюджета он получать продолжает. Это следует из ответа МВД на официальный запрос украинских новин. В документе сказано, Ершов уволен, но зачислен в распоряжение министерства. То есть в течение срока, от двух недель до двух месяцев, он может получать материальное довольствие, даже не выполняя никакой работы, а может и новую должность получить. Более того, в интервью одному из изданий Аваков заявил, что относится к Ершову с уважением и принял его отставку всего лишь за неуказанный в декларации особняк. Но не только Ершов остался в системе. 3 апреля глава МВД на своей странице в Фейсбуке написал, выявлена группировка столичных милиционеров из Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми. Мол, крышевали проституцию. В месяц зарабатывали сумасшедшие деньги. И отчитался, все либо задержаны, либо разыскиваются, либо отстранены от работы на время следствия. Но активисты дорожного контроля выяснили, что за почти два месяца никто из этой троицы так и не наказан. Например, Арховик провел в задержании всего трое суток, после чего был выпущен под залог в 358 тысячи гривен. Слюсар то же самое. Изначально Аваков написал, что он подан в розыск, потому как сбежал. На самом деле он просто ушел на больничный. Интереснее оказалась судьба Ярослава Жука. В фейсбучном посте Авакова говорится, что он был отстранен. А в новости на сайте милиции уволен с должности. Однако на официальной странице управления Жук до сих пор значится начальником. Мы позвонили ему на работу. Там говорят, сейчас шефа нет на месте. Но вообще бывает. А кто беспокоит его? Ну просто его на месте нет. Вы скажите перед этим ему. Я замом передам. Зам и есть. Ярослав Жук был также не уволен и отстранен. Что интересно, он является мужем племянницы Виталия Яремы, родной племянницы. На такие заявления дорожного контроля реакции Яремы пока нет. Подробности пытались официально узнать в МВД, какова же судьба милиционеров, попавшихся на крышевание проституции. И направили туда запрос. Но ответ уже традиционно. Пока не получили. Оксана Григорьева, Илья Варфоломеев. Подробности телеканал Интер. Интер все еще в подвешенном состоянии. Надсовет снова перенес вопрос о продлении лицензии телеканала. В чем причина? Кому это может быть выгодно? Ну, затягивать этот процесс. Елена Зорина, подробнее. Они собираются в зале с опозданием на пять минут. Вместе с членами надсовета заходят депутаты от Народного фронта. Но заседание заканчивается, так и не начавшись. У нас отсутствует два человека. Ольга Яросинюк, которая болеет. И Владислав Северков, который находится в собственном отпуске по семейным обстоятельствам. Скоро монету и я не могу открыть заседание. На прошлом заседании нардепы от Народного фронта потребовали лицензию Интера не продлевать. Сегодня от своих аргументов не отказываются. Комиссия должна работать, чтобы не позволять компаниям, знаменимым владельцам, как, например, компания Интер, порушивать украинский закон. После детального ознакомления с зауважениями к телеканалу Интер, стало понятно, что они надуманы. И стало понятно, что телеканал Интер работает в соответствии с украинским законодавством. Нацсовет должен в кратчайшие сроки принять правомерное решение о продлении лицензии. Об этом идет речь в заявлении Интера. Запросы депутатов от Народного фронта телеканал называют частью пропагандистской кампании, безосновательными, направленными на захват популярного украинского СМИ. Телеканал Интер предоставил вовремя, согласно действующему законодательству, все документы и каких-либо поводов для непродления лицензии их нет. Об отсутствии правовых оснований для непродления лицензии сегодня заявил журналистом и замглавы Нацсовета Григорий Шверк. По его словам, такие выводы сделал юридический департамент после изучения лицензионного дела Интера. Но когда решение будет, пока неясно. А дать из следующего заседания в Нацсовете пообещали сообщить дополнительно. Елена Зурина, Ольга Рыцарь, Алексей Шматов и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. По вопросу лицензии телеканала Интер в интервью одному из изданий высказался и глава МВД Арсен Аваков. Он заявил, продлевать ее считает неправильным. Ну и вот что думают об этом вопросе оппозиционеры. Мы сегодня видели какой-то вопиющий цинизм, когда заведя в страну в тупик кабинет министра, в экономике, в политике, нашел единственное, как бороться со всем этим, заткнуть рот в прессе. Поэтому начались гонения на Интер, на другие каналы. Сегодня я слышал, как министр внутренних дел призывает закрыть канал. Но это безумие вообще в любом обществе. Сегодня лично Аваков, я считаю, должен уйти в отставку немедленно, потому что нет такого министра внутренних дел, который объявляет приговоры. Он же не судья, не прокурор. Даже в Северной Корее не закрывают каналы таким образом, как сейчас. Очередное давление Народного фронта. Групп ДФ вынуждена остановить работу гигантов химпроизводства Черкасского азота и Ривни азота. Соответствующее заявление размещено на сайте компании. Депутаты Народного фронта, их представители у власти, говорится в этом сообщении, фабрикуют уголовные дела против руководителей предприятий, незаконно арестовали у завода сырье, в результате чего стало невозможно работать. Под угрозой срыва, осенняя пассивная, без работы могут остаться сотни тысяч людей. Бывшему министру образования Дмитрию Тавачнику объявлено подозрение. Об этом заявил генеральный прокурор Виктор Шокин на заседании регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос о разрешении на снятие неприкосновенности с нардепа Сергея Клюева. Все подробности узнаем у Валентины Левицкой. Она с нами на связи. Валя, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер. Пять часов длилось заседание регламентного комитета парламента, на котором депутаты должны были решить, давать ли свое согласие на снятие неприкосновенности со своего коллеги Сергея Клюева и привлечении его к уголовной ответственности. Представление, соответствующее, внесла в Раду генпрокуратура, и там говорится, что Клюева подозревают в махинациях при покупке акций нескольких предприятий, а также злоупотреблении служебным положением, когда он вместе со своим братом Андреем Клюевым в бытность того вице-премьером использовал бюджетные деньги для нужд собственных предприятий. И вот поддержать обвинение на заседании регламентного комитета пришел лично генпрокурор Виктор Шокин. Обзавелся серьезной солидной защитой и сам Сергей Клюев. Он пригласил десяток защитников, среди которых не только его украинские адвокаты, но еще и юристы из Соединенных Штатов Америки и Австрии. Они по его просьбе провели собственное частное расследование и заявили на заседании комитета, что не нашли достаточных доказательств вины Клюева. Сам Клюев, разумеется, тоже утверждал, что он невиновен. Генпрокурор Виктор Шокин заявил депутатам, что у него как раз и у генпрокуратуры есть достаточно доказательств. Вот что они говорят. Нет ни одного договора или решения в отношении акционерного общества «Завод полупроводников» либо ООО «Силикон» или иных связанных с ними предприятий, который был бы заключен и подписан либо мной, либо моим братом, и мы не имеем к этому никакого отношения. Я готов подтвердить членам комитета достатность, законность и обрунтованность подания и законность удержания доказательств, как это предбачено регламентом. Вместе с тем Виктор Шокин не сказал на заседании комитета никаких фактов, которые требовали депутаты. Он сослался, что это тайна следствия, и только в закрытом режиме можно было бы это рассматривать. И поскольку в зале присутствовала пресса и приглашенные эксперты, этого сделать было невозможно. И вот буквально вот эти все несколько часов депутаты вели дискуссии с представителями генпрокуратуры. Таким же образом они могут получить эти доказательства, прежде чем примут решение. В результате вышли на то, чтобы они завтра собрались утром без прессы, без любых других людей, кроме как члены регламентного комитета, и в рабочем порядке рассмотрели этот вопрос. Алексей? Ну хорошо, дождемся завтра. Какие новости будут? Спасибо, Валя, за работу. Это была Валентина Левицкая из Верховной Рады Украины. Деньги ушли, а лекарства потерялись. Компания, которая должна была поставить препараты для ВИЧ-инфицированных в Украину, ликвидируется. Почему медикаментов нет, и кто в конечном итоге понесет ответственность за срыв поставок? Давайте посмотрим подробности этой истории. Эта акция, организованная людьми, которые живут с ВИЧ, вчера проходила у стен Кабмина. Люди требовали от правительства разблокировать поставки жизненно необходимых лекарств. Боемся мы постоянно. С каждым правительством что-то происходит, новые приходят, обещают. Поэтому мы обращаемся сейчас к правительству, к людям, отвечающим за то, что происходит. Обратите внимание, помогите. Мы не просим денег, не просим ничего. Деньги уже были выделены. Просто дайте людям препараты. Еще в декабре прошлого года Минздрав заключил контракт с компанией Вектор Фарма на поставку лекарств для инфицированных ВИЧ. Кабмин заплатил 52 миллиона гривен. Дал фирме полгода, чтобы лекарства пришли в Украину. Но их так и не поставили. Компанія-посередник на данный момент отказался выполнять свои обязанности и сделала судовый позов до Министерства охороны здоровья на смену умов контракта. Они аргументуют тем, что деньги им были перерахованы в грудь месяце, но за этот год гривня девальвировала и они просят увеличить сумму контракта. Это очень удивля ситуация, поскольку параллельно с этим компания совершит измену своей назвы. На заседании Кабмина премьер, уточняя название фирмы, дает поручение главе МВД разобраться. Арсен Борисович, есть большое прошение допомогти фирме невыскладно выполнять этот контракт, допомогти нам невыскладно найти директора этой компании. Но уже сегодня выяснилось, что компания-поставщик ликвидируется. Сейчас эта компания заявила, что она ликвидируется. То есть в государственном реестре уже мы пометили эту ситуацию, но больше в общественных организациях возмущены тем, как Кабмин мог допустить стопроцентную предоплату. Академия Петровича Яценюку, когда он подписывал постанову, по которой мріяла вся тендерна корупционная мафия, мы попереджали, не можно давать на украинских тендерах на фарму 100% предоплата и высшую поставки ликвид на полгода. Это означает, что компания возьмуть деньги, держат их на рахунках, а потом мы ни ликвид, ни денег не получаем. Что власне не тратилось? Мы ответили за это, не все в том числе, Арсеній Петрович Яценюку, и подписав эту постанову, знаючи від експертів, чим це закінчиться. Це 30 тисяч людей, які зараз просто перед перерывою стоять. Лекарства острі необхідні вже, поскольку подобне лечення прерывать нельзя. На июнь запасов ще хватит, а вот дальше вопрос, как і той, хто в конечному итоге понесет ответственность за срыв поставки медикаментов. Екатерина Лысенко, Сергей Юременко, подробностей телеканал Интер. И вот в Минздрав нагрянули ревизоры по распоряжению Кабмина. Как сильно зашатались кресла и под кем, выясняла Елена Механик. Не прошло и полгода, как над обновленным руководством Минздрава сгустили тучи. Бурю возмущения подняли нардепы из подачи Кабмина. Министерство накрыло проверка. Прогноз неутешительный. Проверять Минздрав взялся целый десант министерских ревизоров из Минфина, Минэкономики, Минобороны. У них есть вопросы не только к бывшему грузинскому и нынешнему украинскому министру-реформатору Александру Квиташвили. Новый глава Минздрава, приступивший к работе в конце прошлого года, уверяет, времени зря не терял. Первые результаты реформирования есть, но не в таком количестве, как ему бы хотелось. И проверка его не страшит. Мешает нормальная бюрократия, абсолютно нормальная бюрократия, мешает вообще перезагруженность поля закладательного. До меня нет очень много законов. Если что-нибудь там, что-то неправильно делается, то будем исправлять. У меня очень нормальное отношение к этим расследованиям. Служебное расследование в Минздраве как раз и должно пролить свет на госзакупки через международные организации, а также на то, как направляют украинцев лечиться за границу и что на самом деле творится с оптово-отпускными ценами на лекарства. А политологи усмотрели в масштабной ревизии не только заботу о здоровье нации. То есть, мы видим политический процесс в этом вопросе. Квиташвили сделал не больше и не меньше, чем другие министры. И есть претензии ко всему кабинету министров, не только к одному, к Квиташвили. И сегодня интересы с одной стороны политических групп, отдельных политических групп и интересы отдельных корпораций, а также просчеты и ошибки, которые допущены были самим министерством, чиновниками министерства и самим министром, они слились в единый процесс. Разбор полета в Минздраве обещают закончить через две недели. Елена Механик, Сергей Килимник, подробности Телеканал Интер. Новое развитие получил еще один скандал с нефтепродуктами беглого олигарха Курченко. Еще вчера нардеп Сергей Пашинский, при котором нефтепродукты были реализованы по низким ценам через фирму его близкого друга, объяснял срочность этой сделки тем, что у бензина, мол, ограниченный срок хранения и на жаре он портится. А вот уже сегодня другой нардеп Сергей Лещенко опубликовал письмо Пашинского на имя президента. Там он просит поскорее отдать эти нефтепродукты бесплатно, якобы на нужды армии. Лещенко уверен, что это всего лишь попытка спрятать концы в воду. Часть Луганской области обесточена из-за вчерашних обстрелов боевиков. Снаряд из миномета попал прямо в теплоэлектростанцию. Один из двух энергоблоков остановился. Люди остались без света. Сейчас на связи со студией наш корреспондент Геннадий Вивденко. Он может рассказать о ситуации поподробнее. Гена, здравствуй. Вот сейчас какая ситуация и главный вопрос удалось ли возобновить работу станции этой поврежденной? Алексей, сегодня утром удалось возобновить работу Луганской теплостанции в городе Счастье. Напомню, около 9 вечера в среду боевики обстреляли ТЭС из миномета. В один из снарядов попал в распределительный узел. Без света остался север Луганской области. Частично исчезло электричество и в других городах региона. В течение ночи электрикам удалось возобновить работу станции. Губернатор области считает, что необходимо как можно скорее объединить линии ТЭС с энергосистемой всей страны, чтобы исключить вот такие последствия и компенсировать подачу электричества из других регионов в случае таких вот обстрелов. «Еї зруйнувати, как бы они ни старались, это очень тяжело, захопить, это почти невозможно, потому что там сегодня стоят очень нормальные, кадровые, военно-подготовленные бригады, я маю 100% уверенность. А то, что они вот эти меркопакостные делают, ну, вчера, слава Богу, уже люди готовились до сна, кто проснулся в 5-6 ранку, уже была электрика, была вода, было все. Это не первый случай, и думаю, что это не последний. И вот, надо сказать об одном из заметных событий в прифронтовой зоне области, это празднование для дня пограничников в Луганском пограничном отряде. Отмечали сдержанно, грамоты, концерт на 40 минут. В общем, все. Подразделение сейчас базируется в Старобельске после отхода из Луганска с боями. С тех пор бойцы почти все время на передовой. Начальник отряда рассказал об одном из недавних боев с разведчиками противника неподалеку от станицы в Луганске. Отряд стал широко известным после того, как отказался сдаться и 2 июня прошлого года одним из первых принял бой с врагом в Луганске, где располагался ранее. С того времени не раз ввел бои и попадал под вражеские обстрелы. Показали нам кое-что из того, что держат на память. Не помню, где вы сделали. У нас столько этих игрушек было. Это уже сау. 152 миллиметра. Да, вы помните, то, что нам наши братья-славяне в кавычках подарки присылают. Ну и помимо всего, пограничники нахваливают новые кременчужские броневики. На них уже трижды наезжали на вражеские фугасы. Максимум, получали контузии. Почитали даже, что эти машины спасли уже 14 человеческих жизней. Были случаи обстрела стрелкового оружия данных машин. Были подрывы на минах приютанковых. Стрелковое оружие, которое мелкий калибр выдерживает полностью. Что касается приютанковых мин, случай был. Сама капсула, с чего взяла машина, выдерживает, целая остается. Жизнь здесь спасает. Почти за год боев пограничники из Луганска потеряли 12 бойцов. 72 человека были ранены. Сегодня в День Пограничников у себя на территории открыли часовню. Есть люди, которые хотят прийти, помолиться, постоять, подумать. Люди, когда сюда заходят, я думаю, что каждый в памяти держит своих тех друзей, товарищей, боевых товарищей. Луганские пограничники добавили, что сами себе в свой профессиональный праздник желают возвращения целостности государственной границы. А следующий праздник хотели бы встретить в городе основного своего расположения в Луганске. Алексей, на этом пока все. Очень хотелось бы, чтобы именно так и вышло. Спасибо, Ген, за работу. Это был Геннадий Вивденко с последними новостями из Луганской области. На Донецком направлении ситуация обострилась. Повсюду обстрелы из минометов и артиллерии. Иногда противник подбирается вплотную к нашим военным. Все подробности узнаем у Александра Пантелеймонова. Сейчас он на прямой связи с нами. Саша, здравствуй. А вот какие последствия этих ночных обстрелов? Что тебе удалось увидеть? Далее, здравствуй. Действительно, боевики этой ночью вели себя на Донецком направлении особенно дерзко. Обстрелы, вылазки диверсантов были практически вдоль всей линии соприкосновения. И вот сегодня нам удалось побывать в поселке Маренко. Это, безусловно, одна из самых напряженных горячих точек в зоне АТО. И это практически пригород Донецка. Вон, иди сюда. Опа, можете снять, как работа РПГ, блин. РПГ, чтобы у нас влупило. И загорюся сарай возле нашей репозиции. Вчера его чуть-чуть поджарили. Вчера бой сколько был? 4,5 часа. И так. Бали всем забороненным 120-м минометом, 80-м минометом, савушками. Все бачили. И тоже прилетали. И вот бои такие ожесточенные стихли здесь только к утру. Нашим бойцам пришлось побывать не только под мощнейшим обстрелом, но и отразить нападение вражеских диверсантов. И вот по всем признакам это были чеченские наемники. Они вчера кричали Аллах Акбар, Аллах Акбар. Не мне туда муху. Не потому чисто по-украински замотягались. Чи по-русски не знаю. Хороший матовый. Это чеченцы вы думаете? Думаем да. И вот противника здесь можно разглядеть невооруженным взглядом. Вот вчерашние вот эти диверсанты ночные подобрались через частный сектор буквально на 50-40 метров позиция наших военных также активно работают и меняют позиции вражеские снайперы. Вон здание красное крышно. Иногда сидит снайпер там. Сейчас его там нет. С телеконом да. Бил с телеконом. Красное небольшое это долетает и да. И это вся информация к этому часу Алексей. Спасибо тебе за нею. Саша это был Александр Пантелей Монов с последними новостями из Донецкого направления. Гугл карты подтверждают участие российских войск в войне на востоке Украины. К такому выводу пришли эксперты из Атлантического совета в Вашингтоне. Карты и доклад под названием «Прящущаяся на виду война Путина в Украине» внимательно изучил мой коллега Дмитрий Яловский. Авторы доклада утверждают это и Украины. Примечательно, что получить их американским экспертам удалось во многом благодаря абсолютно открытым интернет-источникам. Ну, например, таким, как гугл-карты. Каждый, у кого есть доступ к всемирной паутине, может увидеть, как вдоль границы России с Украиной просто на глазах выросла целая сеть российских военных лагерей. Именно это и является, как говорят в Атлантическом совете, плацдармом для наступления российских войск военные скрывают номера на своей технике и свои знаки отличия в тот момент, когда пересекают границу с Украиной и начинают воевать на стороне боевиков. Но кроме спутниковых карт, цифровые шерлоки использовали еще и различные соцсети, вроде Фейсбука или Инстаграма. Изучали местность еще и через сервис Google Street View, а также смотрели многочисленные репортажи, которые снимали журналисты с обоих сторон линии фронта. Атлантический Совет посмотрел например на воронки, которые остались после выстрелов. Тут вывод был вполне однозначный. Российские подразделения стреляли через границу. Ямы возле города Понченкове утверждаются были результатом российского залпового огня со стороны Гукова, что на территории России. Но есть также и спутниковые снимки, на которых благодаря геотегам хорошо видно, как через границу с Украиной переходят системы ГРАД, танки и боевые разведывательные машины россиян. Доклад должен открыть глаза тем, кто до сих пор уверен, что Россия не причастна к боевым действиям на востоке Украины. Но, впрочем, в Кремле эти данные до сих пор никак не прокомментировали. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк, подробности на Американское бюро телеканала Интер. Но все же сколько россиян пало в боях за ДНР и ЛНР так называемые. Узнать это станет сложнее, ведь с сегодняшнего дня в России это стало секретом. Путин отнес государственной тайне данные о погибших в спецоперациях Минобороны в мирное время. Ранее секретными считались сведения о потерях личного состава только во время военных действий. Тем же, кто решится подсчитать и обнародовать список погибших, по закону теперь грозит срок до семи лет за решеткой за разглашение государственной тайны. Коснуться России могут и войны футбольные. Скандал вокруг коррупции в FIFA набирает обороты. Главу организации не оставляют в покое. Что требует от него и чем это угрожает Москве? София Гордиенко о футбольных судорогах подробнее. FIFA существует 111 лет. За это время из маленького общества с ограниченной ответственностью оно превратилось в гигантскую махину политическую и финансовую вращающую миллиардами. В откатах организации уличали еще в те времена, когда телевидение было черно-белым, но уже покупало права на трансляцию футбольных матчей. Были претензии и к местам проведения чемпионатов мира и к тому, что громадные деньги на развитие футбольных товарищей на периферии оседали в карманах руководства федерации. Но несмотря на открытые дела и журналистские расследования, руководство организации никогда не получало красную карточку. Зепп Блаттер держался во главе корпорации десятилетия. Сейчас ему почти 80 возраст подведения итогов и пенсии. Но президент футбольной ассоциации даже после скандала не собирается покидать свой пост. Слушайте, до пятницы часов до шести вечера я все еще президент. А там посмотрим. Блаттера называют самым влиятельным швейцарцем планеты. Сильные мира сего принимали его сына-механика на президентском уровне и удостойли массы госнаград. Джибутти, Венесуэла, Киргизстана, даже Украина прикрепила на Лацком Дзеппо орден Ярослава Мудрого. Но сегодня все чаще слышны голоса о том, что пора бы ему и на скамью запасных. Я ему сказал, слушай, Зепп, мы начинали вместе в 1998-м. Мы работали вместе. Мы весь путь прошли вместе. И теперь я тебя прошу уйти из ФИФА. Потому что репутация у ФИФА хуже некуда. Череда уголовных производств в США и Швейцарии пока касается подчиненных Блаттера, самого президента не затрагивая. На допрос вызвали даже российского министра спорта Мудхо в качестве свидетеля в деле о покупке места проведения Мондиаля. В России заговорили о том, что чемпионат может пройти в другом месте, если будет доказано, что за него руководство ФИФА получило конверт. Владимир Путин даже обвинил США в давлении на Федерацию футбола и заговоре. В целом, пока не было никаких приглашений. Как это будет дальше, не знаю. Могу сказать только одно. Если последуют какие-то вопросы, мы готовы давать пояснение. Впрочем, если скандал утихнет, как это часто бывало, Блаттер может быть снова переизбран в нынешнюю пятницу. Это легко. В голосовании принимают участие 209 стран и от каждой только один голос. То есть и у США, и у Боливии равные права. И маленькие подарки диктаторам. Маленькие стран могут решить, кто за кого проголосует. А потому президенты ФИФА практически как советские генсеки сидели в своих креслах до последнего. Предшественник Блаттера, бразилец Жоау Авеланш ушел на пенсию только когда стал передвигаться с трудом. 82 года. Его тоже всю жизнь обвиняли во взяточничестве и откатах. Даже признали виновным. Посмертно. Три года назад. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Полтаве сегодня судили харьковского мэра. Мы с большим интересом следили за этим событием, помня, как в прошлый раз Геннадия Кирнеса эвакуировали из зала суда после того, как его охрана заметила в толпе оружие. Как прошел сегодняшний суд, знают наши корреспонденты. На этот раз здание Киевского районного суда Полтавы охраняли несколько десятков бойцов Грифона в полной амуниции. Активисты вели себя мирно, требовали только справедливого суда и пели патриотичные песни. Внутри здания их не пустили, впрочем, как и многих журналистов. Сотрудники суда заявили, места в зале на всех не хватит, пробиваться пришлось с боем. Давайте вы мне не будете рассказывать, как мне нужно работать. На этот раз все участники процесса в сборе Кернеса в зале охраняют два бойца с автоматами в касках и бронежилетах. Трижды защитники мэра требовали отвода прокурора. Они и сам мэр считают его отношения предвзяты. Я не считаю, что это затягивание. Я считаю, что мы должны использовать максимально все способы и возможности для защиты. Данного преступления никто не совершал. Прокурор же уверен, защита хочет от него избавиться из-за чрезмерной принципиальности. Учитывая мой опыт работы, учитывая мои знания, учитывая то, как я активно участвую в расследовании данного уголовного дела и активно сейчас поддерживаю обвинение, это единственное основание для того, чтобы не это стиль. Заседание длится почти шесть часов. Три адвоката один за другим подают ходатайство на отвод прокурора. Судья все отклоняет. Суд не может давать оценку особистым и профессиональным якостям прокурора, его здебностям и квалификационному уровню и посылатись на них как на подставу для отвода. Поэтому заявленный отвод прокурора задоволению не подлегает. Геннадий Кернеса защищают шесть адвокатов, еще двое его охранников, которых тоже обвиняют в пытках, похищении людей и угрозе жизни. Некоторые защитники не успели ознакомиться с материалами дела и просят дать им время. Потерпевшие возмущены. Они будут это затягивать для того, чтобы это дело потеряло какой-то резонанс. Сам Кернес утверждает, дело против него фальсифицировано. Это фальсифицированное уголовное дело в недрах сначала МВД с приходом Арсена Авакова и Антона Герасченко, который является здесь свидетелем по данному делу. Но судья удовлетворяют просьбу адвоката. Перерыв объявляют на целый месяц. До 3 июля. Ирина Исыченко, Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Полтава. По чьей воле раненые в зоне АТО бойцы перебиваются в больницах с хлеба на воду. Очень громкий скандал расследовали мои коллеги в Днепропетровске. Об этом не только узнаете во второй части подробностей. Взрывное утро в столице. Что произошло на Воскресенских садах? Отходы красивой жизни. Как новые украинцы отравляют Днестровские плавни. Школа смертников. Кто готовит шахидов для терактов в Европе? Гранаты, растяжки, взрывы и один погибший. Все это не в зоне АТО, а на дачном массиве Киева. Что произошло? Поясняла Ольга Рыцарь. Спокойный дачный массив в Днепровском районе Киева. Воскресенские сады. Его жители говорят, живут мирно и тихо. Но сегодня с утра прогремели взрывы возле дома председателя кооператива. Восемьдесят тридцать, через сколько там аж три голоса. Сережу убили, а председателя сына скоро забрало и три гранаты. Хорошие соседи, но никогда с ними не конфликтовали. Посмотрел из окна по окрестностям, нигде дыма, ничего, увидел какую-то такую дымку, ну мало ли думал там что-то устроители. Ни криков, ни какой-то паники, ни разбитых каких-то стекол. Ну я в принципе слышу, знаю, как гранаты взрываются. Этот сосед бывший афганец, первым прибежал на помощь. Показывает место, где все произошло, на границе двух участков, между жилым и заброшенным домом. Во дворе хозяина работали строители. Один из них увидел на сетке забора неизвестный предмет. Попытался его снять, после чего прогремел взрыв. 34-летний строитель погиб на месте, а сына хозяина дома увезли в больницу с осколочными ранениями. Он в тяжелом состоянии. Я как раз подъезжал до дома и все время побачил сына, которому оказывают допомогу, а другой пострадавший уже лежал мертвым. Осколочные попадания в голову, в ногу, артеру перебрило с осколками и в печень осколок. Что именно взорвалось, в милиции пока расследуют. По одной из версий люди обнаружили минную растяжку, по другой во двор дома бросили несколько гранат. Залишки, которые были вылечены из места подъя направлены на экспертизу. Открыто криминальное проведение за статтею 264 ККУ. Это недбало зберегание огнепальных оружий или боевых пропасов. Проводится следствие. Будет объяснить все обставления, где могут взяться там эти не установленные предметы. Были ли это гранаты и почему взрыв прогремел во дворе председателя кооператива. Сам хозяин тоже не знает. Соседи недоумевают. Мол, дела кооперативные никогда никто не вмешивался. Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. Кто жирует на деньги, выделенные на лечение раненых в АТО? Ведь до самих военных в больницах доходят буквально копейки. Очень громкая история из Днепропетровска. Посмотрите. Так начинается каждое утро в Днепропетровской больнице номер 6. Волонтерский пункт спешат горожанки с авоськами и кастрюлями. Несут еду для раненых бойцов. Суб гороховый с копченостей. Это диетическое там что? Цветная капуста, кабачок. Хоть шестерка больница не военная, а гражданская здесь лежат десятки бойцов. Михаила ранили под Маринкой. Восьмого они начали, девятого началось вообще там семь часов бой был. Ника перенери нас лупят с усих сторон. Ему необходимы дорогие препараты и полноценное питание, но из местного бюджета на каждого бойца могут выделить всего 14 гривен в день, как на обычного мирного пациента. Супчики какие-то на водичке жиденькие, возможно какие-то макароны слипшиеся, мясо никогда не помещается в бюджет. Это уже областная больница, но и здесь с обеспечением раненых бойцов ситуация та же. пациентами питанием проводится и средств областного бюджета за счет помощи волонтеров, спонсоров. Хотелось бы, чтобы ведомства, которые отвечают за помощь военнослужащим, также принимали участие. Если бы не волонтеры и вообще не поддержка из тыла, то мы просто сами бы не вытянули. Сколько в Минобороны выписывают на бойцов и куда деваются деньги? Этой калькуляцией озадачились волонтеры. Говорят, за год через гражданские больницы области прошло 6 тысяч участников АТО, а денег, положенных им из военного ведомства, так и не поступило. Либо это медсхемы, по которой бы Министерство обороны передавало эти деньги, либо это очередная коррупционная составляющая. Но оказывается, выделять деньги бойцу по месту его лечения не обязаны, говорят в Минобороны. Если он попадает в гражданскую больницу, искать средства должны местные власти. Днепропетровские волонтеры уже обратились в областное управление здравоохранения, просят составить петицию в Минобороны. Будут требовать хотя бы частичного финансирования на раненых бойцов. Пока же по-прежнему достают лекарства и кормят сами. Это пюре. Забираем с собой, забираем суп. Мясное. Наталья Грищенко, Ильвина Сейкбулаева, Евгений Коденцов, телеканал Интер, Днепропетровск. В бездействии обвиняют правительство оппозиционеры. Украинцы ждут снижения тарифов, индексации пенсии и реальной борьбы с коррупцией. Но Кабмин ничего не делает. Об этом сегодня в Сумской области заявил Юрий Бойко. По его мнению, не справляется с поставленными задачами и парламент. И вскоре его ожидает переизбрания. А житомирские депутаты пошли против инвалидов. Слуги народа пытаются в прямом смысле отжать здание у фонда соцзащиты инвалидов. Даже внесли этот вопрос в повестку дня местного облсовета. Как проголосовали и что им на это ответили люди? Знает Татьяна Винникова. Афганцы, чернобыльцы, люди с особыми потребностями. Многим просто тяжело стоять. Но они вышли протестовать. Житомирский облсовет отбирает у них здание. Областная рада действует неправомощно. И мы требуем, чтобы областная рада возвратила обратно нам помещение, которое незаконно захватило силой. В здании общественный фонд соцзащиты инвалидов. А еще предприятия, которые дают им работу. Мы инвалиды. Мы не просим. Мы не нищие. Мы не хотим ни в кого протягивать руку. Мы хотим сами зарабатывать. Но чтобы нам дали возможность. Чтобы нам дали... Это уже третье помещение у нас забирают. Там находится центр реабилитации инвалидов. Они зарабатывают себе дополнительную пенсию. 949 рублей. Сейчас прожить невозможно на эту пенсию. Общественники говорят, депутаты облсовета пытаются отобрать здание уже 10 лет. Через суды не получается. И около месяца назад люди в камуфляже захватили его силой. За их услуги уверяют, депутаты заплатили 50 тысяч гривен из облбюджета. За всем этим, говорят, стоит глава комиссии по вопросам бюджета и коммунальной собственности Житомирского облсовета Дмитрий Кропачев. Сам он сегодня ни к нам, ни к людям не вышел. Участвовал в заседании. Написал у себя в фейсбуке. Мол, все, что о нем говорят, клевета. А протест инвалидов мошенничество. Но еще утром в повестке дня Житомирского облсовета вопрос о лишении инвалидов здания был. Из-за вмешательства журналистов депутаты его просто убрали. Татьяна Авинякова, Андрей Кузнецов. Подробности Телеканал Интер. После них хоть сточная канала. Воду, которую сливают местные олигархи, вынуждены будут пить одесситы. Такие громкие заголовки появились на днях местной прессе. О чем идет речь? Мы попросили разобраться в ситуации Андрея Анастасова. Заповедное урочище в дельте Днестра. Именно отсюда качают питьевую воду для всех жителей Одессы. Именно здесь, как грибы после дождя, растут коттеджи, причалы и даже настоящие дворцы. Проблеме застройки заповедных берегов уже около 10 лет. Например, на этом участке по документам идет реконструкция рыбохозяйственных объектов. Правда, рыбаки здесь, как видно, весьма своеобразные. Играют в волейбол на газоне, купаются в бассейне, питаются в двухэтажном ресторане. Эколог Иван Русев утверждает, все сточные воды из этих коттеджей прямиком попадают в водозабор, а чиновники и правоохранительные органы этого будто не замечают. Говорит, надеялся, что хотя бы после событий на Майдане ситуация изменится. Взятки, визимо, возросли, чиновники еще стали наглее, и те, кто олигархи, которые занимают, они просто уже плюют на все законы. Идем дальше вдоль Днестра. Повсюду фундаменты под новые усадьбы. А это так называемый Егерский пункт Хатки. Он всего в километре от насосных станций. За забором стройка. Заходим внутрь. Рабочие разбегаются. Охрана реагирует агрессивно, хотя никаких ограждений на заповедной территории и в помине быть не должно. Нет документов у хозяина. А хозяин кто фамилия? Не скажу. Вот здесь работы ведутся, пожалуйста, строительные. Что вы снимаете? В санопедстанции, говорят, 7 лет назад выдавали Хаткам заключение на строительство очистных сооружений. Но тогда речь шла только о небольшом егерском домике, а не о целом поселке. Сейчас же СЭС лишена полномочий проверять такие объекты. А выход один создать межведомственную комиссию из чиновников и сообща узнать все риски для водоснабжения Одессы. То есть хочется знать, что это и как оно функционирует. Если там вода, где они девают мусор, куда они льют стоки, никто же ничего не знает конкретно. Иван Русев же прогнозирует, нечистоты как сливают, так и будут сливать в реку. А водоканалу попросту придется усилить обработку воды, чтобы не потравить одесситов. Чем больше угрозы, тем больше будет хлорки сыпать в эту воду, тем больше нагрузка на организм человека. Интересно, что когда мы уже уезжали, в одну из самых роскошных усадеб приехал не кто-нибудь, а бывший начальник областного департамента экологии, Анатолий Яцков, родной брат экс-главы областной милиции Михаила Яцкова. Что он делал на таком сомнительном, с экологической точки зрения объекте, неизвестно, к журналистам не вышел, но вел себя явно как хозяин. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Зачем в Антарктику свозят лед со всего мира? Как попасть внутрь картины Ван Гога? И что еще накачал силиконом мужчина, желающий стать куклой? Об этом и других событиях в мире смотрите в нашем обзоре. Заигрался живая кукла Джастин Джедлика сделал 191-ю пластическую операцию и в этот раз вживил себе подмышцу спины крылья. 34-летний мукла продолжает совершенствовать свою внешность, чтобы превратиться в человеческую версию Кена друга Барби. Силиконовые губы, ягодицы и даже грудные мышцы. Подкорректирован нос и разрез глаз. От прежнего облика у Джастина уже почти ничего не осталось. Крокодил-рекордсмен. Кассиус, самый старый крокодил в мире, отпраздновал 112-й день рождения с тортом, свечами, надувными шариками и гостями. Вечеринку устроили сотрудники зоопарка. Сюда долгожитель Кассиус попал уже в зрелом возрасте. Его пришлось поймать, потому что он наводил ужас на целый район Австралии. Нападал на домашних животных и ломал лодки. Классика 3D. Легендарная работа Ван Гога «Ночное кафе» появилась в трехмерном изображении. Ее автор разработчик компьютерных игр американец Мак Колли. Программа позволяет побродить внутри картины знаменитого художника. Здесь оживает музыкант и можно заглянуть во все уголки ночного кафе. Похороны с почестями для сельской утки, съеденной лисой. Селезень Дезмонд 25 лет прожил на пруду английской деревушки. Его знал каждый житель, в особенности из-за прожорливости птицы. Черствый хлеб приносили со всей округи. Вот и хоронить сойдутся всем миром. Во время церемонии прощания приспустят государственный флаг на церквушке, а местный пап пригласил всех скорбящих на пинту пива. Ученые собираются устроить хранилище льда в Антарктике и свести туда глыбы со всего мира. Уже в следующем году прибудет первая партия с горных вершин Альп. Потом будут льды Ант и Гималаев. Глыбы опустят на глубину 10 метров. Это будет стратегический запас на случай глобального потепления. А вот в Индии плюс 45 градусов по Цельсию. И это в тени. Страна изнывает от аномальной жары. В Дели уже начал плавиться асфальт, а количество жертв достигло полутора тысяч человек. В большинстве это строители, пожилые люди спрятаться от зноя. Врачи работают в несколько смен. Многих вызвали из отпусков. Необычайно высокая температура держится уже неделю. На грани. Так называется новая выставка украинских художников в столичном Пинчук-арт-центре. Работы создавались в переломные для жизни страны моменты. От периода перестройки, первых лет независимости и до начала оранжевой революции. Эти 40 арт-проектов отображения мыслей художников и их реакция на исторические события тех времен. А в рамках пространства ПАК-ЮА, куда международные кураторы каждый раз отбирают новые работы украинских художников, свое место нашла выставка Зинаида Лихачевой под названием Мьют. Безмолвие. Это видеопортреты 16 женщин-волонтеров Майдана. Это некая работа, которая символизирует истощенность общества. То есть истощенность ее физическая невозможность общества к регенерации. То есть это было очень острое чувство в 90-х годах. И я решила создать эту работу для того, чтобы люди смогли выговориться. Выговориться эмоционально, но без слов. Когда ты заходишь в это пространство, ты устанавливаешь свой собственный контакт с каждым портретом. И вот каждый портрет, он начинает работать со своими историями. И каждый зритель может обнаружить какие-то свои истории, извлечь какие-то глубинные переживания. Израиль изнывает от жары. Термометры зашкаливают и даже привычные к высоким температурам израильтяне шокированы. Так есть ли жизнь после 50 градусов? Рассказывает Сергей Услендер. Говорят израильтян, жарой не напугаешь. Оказывается напугаешь, да еще как. Вот у меня например в машине из-за этой аномально высокой температуры сгорел кондиционер. И весь день я ездил в этой передвижной сауне. Термометр на приборной панели показывал 44 градуса и это далеко не предел. Один из самых жарких дней в истории государства. В некоторых районах например возле Мертвого моря температура доходила до 52 градусов по Цельсию. Туристам там просто запретили выходить из гостиниц во избежание несчастных случаев, но случаев этих избежать увы не удалось. По стране прокатилась волна тепловых ударов. Приемные покои больниц забиты пострадавшими. на дорогах сотни машин с перегревшимися двигателями ожидают эвакуации. А в лесах бушуют пожары и на юге и уже на севере. Туда для тушения привлекли даже авиацию. Мы дежурим уже сутки и пока ликвидировали пару мелких возгораний. Но в соседнем округе сейчас сильный пожар. Он представляет угрозу для нескольких населенных пунктов. Если не справятся в течение нескольких часов мы отправимся на помощь. С транспортом просто беда. Двигатели автобусов перегреваются особенно на подъемах. На грани остановки поезда оказывается от такой дикой жары рельсы меняют форму и есть угроза схода составов. В аэропорту задерживают рейсы. Моторы самолетов не тянут и с лайнера взгружают все лишнее чтобы они могли взлететь. Появилась социальная реклама. Человек повар готовит пиццу сырую кладет в машину и через полчаса она там обугливается. Это сделано для того чтобы предупредить родителей не оставлять детей в запертых автомобилях. Для ребенка сейчас это верная смерть. Тем не менее такие случаи увы есть. Буквально несколько часов назад в Тель-Авиве прохожие заметили маленькую девочку запертую в автомобиле. В этих случаях инструкции службы спасения предписывают не дожидаясь приезда полицейских или спасателей разбить стекло и извлечь ребенка. Что они собственно и сделали. Слава богу девочка осталась жива. Сейчас она в больнице и жизнь ее вне опасности. Постепенно температура к вечеру начала снижаться но как нарочно страну теперь накрыла пыльная буря. Вот сами видите все вокруг желтое. Сергей Усленер подробности телеканал Интер Израиль. Вот такие сегодня подробности. Спасибо что смотрели увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok